Состоялось очередное заседание комиссии по реализации программы «Комфортная городская среда». В заседании приняли участие координатор по проекту на работе регионального исполкома Юлия Овчинникова, представители управляющих компаний и подрядных организаций. Глава города Наталья Тихонова вобщила ситуацию о реализации программы по формированию комфортной городской среды. Сегодня мы имеем уже определенные достижения. Могу сказать, что мы одни из первых, как участники, реализовали муниципальную практику в этом плане и приняли участие в федеральном конкурсе. И по итогам первого года реализации программы удостоена статуса «Лучшая муниципальная практика». Но это не значит, что у нас все прекрасно. То есть мы понимаем, что мы идем дальше, мы привлекаем дополнительные средства, мы участвуем в конкурсных процедурах, работаем с дизайн-проектами, принимаем решения, в том числе и проектные решения, которые обсуждаем, критикуем, вносим изменения. То есть мы не останавливаемся в этом направлении. В рамках заседания рассмотрели вопросы об особенностях реализации проекта и о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. Напомним, что работы ведутся на шести дворовых территориях. Выполнения по графику проходят на улице Уральской, Плеханово, Комсомольской и Фабричной в Белокаменном, Белонином на 101-м квартале. В июле планируют создать площадку на улице Садовой 8 марта, так как подрядной организацией выполнены все основные работы. Проблемной площадкой остается дворовая территория на Ленина 43, где отставание в работе составляет уже 10 недель. Своё мнение о работе комиссии высказала координатор по проектной работе Юлия Овчинникова. Не все комиссии, скажу так, работают, чтобы был и представитель подрядчика, и все стороны заинтересованы. И то, что есть сейчас еще возможность выйти в территорию и посмотреть на месте, потому что одно дело кабинетное обсуждение, а другое дело, как это применимо на практике, как выполняются работы, и даже правильно установлен бордюр, это тоже имеет значение, потому что упустишь сроки, и уже невозможно будет ничего переделать. Обсудили и вопрос о благоустройстве у бульвара Победы, где были озвучены контрольные даты работы. На сегодня размещено извещение Департаментом государственных законов Сырмурской области, и идет сбор заявок для участия в конкурсных процедурах в аукционах. Срок, получается, аукциона проведения 26-го числа. Надеемся, подрядчики найдутся. Также точно, как мы тогда сказали, мы перенесли срок выполнения работ. Ранее в двух торгах был срок до 1 октября, сейчас мы перенесли до 1 ноября. В принципе, срок федерального не нарушал. Затем комиссия посетила дворовые территории, где наглядно можно было посмотреть работу подрядных организаций и пообщаться с жителями по благоустройству дворов. А также представители Общероссийского народного фронта побывали на форумной площади на Аллее мира и смотровой площадке комбината «Урал-Азбест». Глава «Азбеста» подвела итог визита представителей Общероссийского народного фронта по участию в программе «Комфортной городской среды». Сегодня мы очень интересно построили визит, встретились с нашими краеведами, которые по своей сути даже, можно сказать, по своему образу жизни ищут смысл ответа на этот вопрос. Что же сегодня видят наши жители в отношении понимания «Азбест – моя Родина»? Много интересных идей, много интересных направлений. Я могу сказать, что наши жители, молодежь, дети в рамках инкетирования ответили на самый главный вопрос. «Азбест» ассоциируется с чем? Все безоговорочно с деятельностью градообразующего предприятия «Урал-Азбест», с нашим родным минералом «Кризотел», с нашими важными, судьбоносными и историческими местами города. Очень приятно, что жители сегодня говорят о том, что за последние три года изменения очень заметны, и эти темпы нельзя останавливать. Многое, конечно, еще предстоит решать нам вместе. Поэтому сегодня вот в таком достаточно расширенном составе нам, ну, я не могу сказать, что это прямо контроль, да, это все-таки и участие, и обсуждение опыта других муниципалитетов. Мы отвечаем на важный вопрос, что для нас, наш родной город, наша судьба, как мы будем развиваться дальше. Вот сегодня как раз вот в этом ключе мы выстроили визит, общение с представителями Общероссийского народного фронта, и очень много нового и интересного для себя мы обязательно подчеркнули. Ольга Шостакова, Максим Фетисов, Новости АТВ. Субтитры создавал DimaTorzok